Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. Культуртрейгером быть легко и приятно. За окном холодная ветреная камчатская весна, а я сижу в теплом доме в уютном кресле и читаю вслух хорошие стихи. Те самые стихи, с которыми вы бы никогда не познакомились, потому что вы навряд ли умеете читать. В моих руках, вышедшая в 1934 году в Москве, книга Ильи Сельвинского «Тихоокеанские стихи». Эта книга стала результатом поездки Сельвинского по Дальнему Востоку в 1932 году. Я уже не раз в рубрике «Культуртрейгер» читал стихи из нее. Вы можете в описании под роликом увидеть начало чтения. И сегодня мы продолжаем чтение очерка в стихах Ильи Сельвинского «Путешествие по Камчатке». Первые главы, как я уже говорил, вы можете посмотреть и послушать. Пройдя по ссылкам в описании, сегодня мы читаем пятую главу очерка в стихах Ильи Сельвинского «Путешествие по Камчатке». Село Ключи у подножья вулкана Будущее Помпея Живи, покуда тебя не взыскала геологическая эпопея. Так в стеклянном гробу зоопарка Прыгают кролик и кролица, Покуда Буа, разметавшийся жарко, не взволновал свои сонные кольца. Когда Крылову сказали, что рама, висящая над канапе, упадет, пустяк, говорит, упадет не прямо, а в некий угол, а именно тот. Так и здесь. Полагают ребята, что лава стечет в район кабана И строится на реке на Камчатке Величественный Ключевской комбинат. Мне не к лицу быть старушке в избушке, Но как-то невольно вспомнился Пушкин. Есть упоение в бою И бездны мрачной на краю. Но как бы там ни было, Комбинат действительно грандиозен, Медведь на цепи зовет пестунят, Вокруг рыжеет железная осень, А рядом янтарной тесиной горя Полным набором комплекта Стоит геометрия. И заря глядится в стеклянные клетки. И в ней остекленной, В этой связи листьевной эстакаде Социализм звонко сквозит, Словно собор в стакане. Бандарной ящичной корпуса Все итальянские глазки, Четыре динамо, Хоть тут же пускай Станки с нашлепкою глазга. Но все это мы уж читали с тобой В электрогроводской газете, Сажусь на коня. За мной гурьбой Идут деловитые дети. Клуб у вас есть? Да нету. Кино? Нету. Хм, а страна боевая. Папенька, небось, хлещет вино? Не, вина не бывает. Меня поражает обилье ребят. Как же так? Говорили, что налетают, Карман те ребят, И снова айда эскадрилья. Но где? Когда? Какой эфирист, Меняющий на голопый рысь И переходящий в карьер Напоследок таскал за собою деток. Шпорю кодя. Выношусь за околицу, Перебираю бурный брод. В горы уходят дорожные кольца. Конь упирается. Но ты вперед! Он нипочем. Косится истошно, Рвет на дыбы. Схожу поглядеть. Тухлым яйцом вытекает источник, Сбоку шатер. Но не видно людей. Сажа квадратиками словно гравий, Банный пар вокруг шатра. Кое-где из трещин Окраин курева С запахом на шатыря. Я была стремя. Но вдруг за прикрытием Палых деревьев и грузных веток Гляжу. Сидит себе с мелким корытом, Эдакой тихонькой человечек. Кричу наугад. Алло, дядя Ваня! А он мне цыц. Гляжу меж ветвей, Вижу в сернистой луже, Как в ванне кротко сидит Пожилой медведь. Чуть не прыснул, Зубы стиснул, Что за обычай красота. Бурый-то лечится от травматизма, А человечек в очередь стал. Что ж, подождем. Небось не Испания, Чего не увидишь у этих широт, Время исходит. Вот мы и в бане. Теперь уже Мишка занял черед. В бане распарившись, Люди родней в бане. Хоть оно душно с паром вылазит, Слежавшись на дне, Ясное благодушье. Вот уже мой лысач захрипел, Стар осла благайка. Дай, говорю, состругаю хребет. Что ж, говорит, состругайка, Сам-то откуда? Самарские мы. Ага, ну и как на Камчатке? Что ж, сынок, От сумы до тюрьмы? Плохо? Да уж не сладко. Голодно, что ли? Нет. Отчего ж? Рыба достаток. Так в чем же дело? Да человек-то красавец, Не вожь. Сам понимаешь, Не камень тела. Я, вишь, Работаю на малю, Вон до сих пор в воде. В месяц тысячу рублей на мелю. Ну а куда их касать и гдеть? Деть-то куда? Припосредствии пайка Весь расход 43 рубли. Но я уже бросил его бока. Я уж поймал блик. Вот оно, где собака зарыта. Нет, он не шибер, Не бизнесмен. Он прочно приехал. Привез корыто, К жену, Да бельишко несколько смен. Так, ну а дальше? Копить на авось Стоит ли труда? Он уже чувствует, Что не туда гнется земная ось. Он уже понял, Что собственный дом, Собственный плуг, Собственный хлев Время побило, Как в поле хлеб Бьет ледяным дождем. Жаль ему старого, Своего. Новое слюбишь, Не сразу. Но у него хоть и не боевой, Однако практической Разум я говорю не о кулаке. Кулак не скоро сменит дорожку, Иной и помрет, Зажав в кулаке, В конце концов, Бесполезную трешку. А этот прибыл С женой и детем, С известным доверием к жизни. Он открывает Камчатский том Не для того, Чтобы вычитать Бизнес. Его мечта Быть солидным рабочим, За день устать, А потом прийти в погребок, Где из банных бочек Ржавая брага Льется в бидон, Там посидеть, Покурить, Покалякать, Послушать баяна, Сходить в кино, А нету. Что ж, Он обратно в окно. Вот где Зарыта собака. И этот рабочий С неразвитым вкусом, Это единый Из малых сих, А есть и такой, Что потерся по курсам И брал на язык Английский язык. Это уже новаторский стиль, Выношенный совершенно. Он любит спорт, Он любит стих И международное положение. Из этих кадров Можда бы высечь Славные имена. А мы ему в зубки Тысячи тысяч. На, голубчик, на! И он собирает И смотрит в кость, Но вдруг догадается, Эва, И в золотой рог Является гость, Кидая червонцы Вправо и влево. Тут он разменивается В восторге. Эх, запузыривайте соловьи! Так вырастают На Дальнем Востоке Деклассированные слои. Заключение Стекло мытесиной Блестя и горя, Одета в шотландскую клетку, Стоит геометрия Среди корья Полным набором комплекта, Стоит коробкой Экспортных конфет, Но я бы резонно сказал, А что вам стоило В этот комплект Включить гимнастический зал? Он же и клуб на тысячу мест, Вы ж поглядите вокруг. Лес есть, Тяга есть, Масса рабочих рук. А что вам стоило В этот трест Пустить комсомольской дух? Опыт есть, Сила есть, Масса юных рук, А тут хандрят боевые мужчины Во глубине Камчатских недр. Есть большое влияние К машине, А вот к человеку Внимания нет. Кому не по праву, Тот и не слушай. Кому надлежит, Тот разумей. Есть у меня И глаза, И уши. Вот мое резюме. Чтобы все эти Тенденции Шаткие Не подавать В лакировочном глянце, Чтобы рабочий класс Камчатки Не был Камчаткой В рабочем классе, Чтобы кровей Придать математике, Чтобы рос молодняк Не под плющ, Не под плющ, Чтобы в холодных Течениях Камчатки Паром забил Комсомольский ключ, Открыть Лирические цеха, Пафос которых Заперт. Таков Секретариет УЦК Мой Поэтический Рапорт. Это был Очерк В стихах Ильи Сельвинского Путешествия по Камчатке Впервые Опубликованной В книге Тихоокеанские стихи Вышедшей в Москве В 1934 году. Теперь как вы уже привыкли Ставьте лайки Если вам нравится Слушать хорошие стихи Из моих уст Пишите комментарии А если вы здесь впервые То пожалуйста Выполните вот эти Вот рекомендации В правом нижнем углу кадра Для того чтобы не пропустить Новые видео На канале До свидания Редактор субтитров А.Семкин